Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два года его обжигал Если она делала это все в этом теплице Значит это предательство Если она делала все это на чистом воздухе И он зимовал на этом воздухе Тогда у него с одной стороны солнце обжигало А с другой стороны обжигал северный ветер А потом помните мы с вами годовые кольца проходили Для чего в школе учились? Она до сих пор этого не знает До сих пор То есть в 17 году она этого еще не знала И по-моему знать не захотела Раз со мной не Ну слушаем дальше Подопревает всего 1 сантиметр 1 сантиметр вокруг кольцом И питание он уже не получает Правильное место для посадки абрикоса Желательно южный склон Небольшой уклон местности к югу К югу у нас вот где солнце ходит И чтобы с северной стороны оно было защищено Вот у нас в данном случае защищено забором с северной стороны Расстояние от забора до саженца должно быть 4 высоты забора Это потому что абрикос абсолютно не выносит большое количество снега В том месте где он посажен Чем меньше снега в том месте где растет абрикос Тем больше гарантий что у вас не подобреет корневая шейка Следующий момент Чтобы впереди абрикоса с нужной стороны у нас не было растений Которые его затеняли Выкопали ям Яма должна быть не менее 50 сантиметров Потому что слой дренажа под абрикос должен быть всегда не менее 15 сантиметров Когда мы делаем дренаж Кроме битого кирпича как обычно рекомендуют Всегда нужно класть щебень Щебень вот примерно такой фракции в яму Почему? Потому что щебень очень долго служит Не разлагается в яме посадочной Это очень важно для абрикоса Так как растение от близкого состояния к грунтовым вод может пострадать и во взрослом состоянии Почвенная смесь Так, ну насколько я понимаю Огромная переписка Ну и стать человек двоим пятерым не везет Близкое состояние, которое упоминает А остальные это за что? За что вот этот тяжкий труд? Вот видите вот этот холмик В центре я сажаю И на этом все Если бы у меня не было урожая Если бы они не росли Без всякого этого Как укрытия Без всяких хитростей Без удобрений Без полива Не давали бы мне двухметрового прироста Я бы с ней согласился Вот щебенку насыпем И саженец в два раза выше Урожая в два раза больше Но на кой черт Если она упомянула близкие воды Допустим Это самое Вот дренаж Из этого битого Саженец растет вниз И вот эти корни Когда упрутся в дренаж Они его обойдут с двух сторон То есть со всех сторон И дальше будут опять же И идти туда куда и собирались идти То есть вниз Для них это просто препятствие Временное Может задержать на год на два Развитие корней именно вниз Но меня смущает Вот этот огромный тяжкий труд Который Вот вы знаете Отбивает охоту напрочь Если бы это было действительно необходимо Ну упомянула грунтовую воду Ну делает дренаж Ну сказал бы Что 95% Вообще не надо никакого Щебня Кирпича обитого Для посадочной ямы Куда будет посажен абрикос Должна состоять из песка И из минеральных удобрений Во многих изданиях рекомендуется Что класть перегной Перегной Что значит из песка Что значит песок и минеральные удобрения А гумус где Ну да Перегной Вот который не надо Правильно говорит Но надо же следить за базаром Для изготовления смеси Вот для посадочной ямы Под абрикос Использовать нельзя Почему? Потому что Не только абрикосы Все косточковые культуры На Урале и в Сибири Они должны потреблять Немное количество азота Использовать то Которое есть в почве И в виде подкормок лесной Посадочную яму заполняем полностью Уже почвой Которое с участка Верхним слоем Плодородным Так Прошу прощения Все таки почва нашлась Еще она тут упоминала По моему полив Но почему то Нижней части ямы А ну как здесь Так Зала 750 Ого Изготовление смеси Для посадочной ямы Под абрикос Перегной Не класть Полить два ведра То есть Полить основание Идем дальше Они должны потреблять Немное количество азота Но использовать то Которое есть в почве И в виде подкормок лесной Посадочную яму заполняем полностью Уже почвы Которая с участка Верхним слоем Плодородным Теперь у нас с вами песок Удобрения Хороший дренаж Корневая шейка Помещена В песок Что предохраняет От выпривания Ну насчет Предохраняет Вы сейчас увидите Что у нее получила Стандартная Яма Так называемая Яма для полива Потом Так как У нее довольно большой Посадочная яма И все это Жиренько Она еще Прогнется так Что это будет ямище И вот Хоть она уже два раза Упомянула Про гниение Корневой шейки Она сделала яму Для того Чтобы шейка Корневая сгнила Это Один из нюансов Потом будет еще Вот уже Это самое Это абрикос Так нельзя Вот такие Еще раз Вы же Смотрите внимательно Вот Тут Охолмевич идет Здесь идет Речь о стандартной яме Та самая Проклятая Она до сих пор Понятия не имеет Об этом А считается Специалист Учит Вот 20 человек Получила Так Еще Немного Видите Яма Еще раз Подтоптать Как вы видели Три раза Протаптывается Посадочная яма Три раза То есть Когда Вы поставили Установили Зафиксировали Корень Он протаптывается Сам И вот сейчас Еще раз И еще Вот таким образом Ну вот сейчас Пожалуй Растения посаживают Большинство Людей сразу Когда посадили Растения Поливают Не надо Этого делать Внимание Она посадила В сухую Почву Сами видели Вот И она теперь Советует Не поливать Может быть Повезет сажен Через день Два-три Может дождь полет Вот 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 это Объяснить Уже Я впервые В своей жизни Это надо Быть таким Специалистом То есть Видимо Она Вырастила Сотню саженцев Поливала А сотню нет Потом оказалось Наша неполитая саженца Лучше растут Лучше Проживается Лучше Дальность Жизни Вот Но только Для этого Можно просто взять И запретить Поливать Своим Этим Девятнадцати Тысячам Сто Денадцать Пять Человекам Представляете Вот это Вот Оно В голове Не укладывается Я Противник Многих Стандартных Приемов Вот она В яму Посадила Она Ни в чем Не виновата Садили в яму Десять лет назад Сто лет назад Она просто Не ведает Что творится Потому что У нее не было Причин Взять Посадить Наоборот На холм Мозги Не так устроены Вот Но вот это Вот Полить Через неделю Вы представляете Сухие корни Вы видели Когда она Мешочек Разорвала Там было Что-то Внутри Такое Давно Высохшее Уже давно Может там Опилки были Белые Что-то Вроде Опилок Вы видели Как они Сыпались Они Они давно Высохли Вот Корни сухие Вот Как можно Взять Еще вот так Полить Через неделю Вот Объясните Мне Я Противник Стандартных Эти всех Но Тут Она Переплюнула Железо Уже Так Что Уж Такого Придумать Что я Скажу Спасибо Что прислали Ролик Это Обязательно Надо Ведь Это Не Шутки 19 Тысяч Просмотров А Так Как Ролик То Сейчас Живой А Прошло Еще Два Года Значит Там Может 50 Может 100 Тысяч Понимаете Что они Творят Это Невежество Невежество Лезет Прям Это Ведь Это Человек Сотрудник Видео Инструкции От питомника Сады Урала Это Крупнейший Питомник Ну Давайте Дальше Вот Короче Поливать Нельзя Дожили До такой Крутизны Что поливать Нельзя Даже Я Не Додумался Я Говорю Что Я Не Поливаю Взрослый Сад Но Саженец Который Задыхается Умирает Буквально Видно Что Саженец Сухой Вот Кстати Он Это Сам Никогда Вот Жалко Тут Это Тоже Как Делан Этот Саженец Сейчас Посмотреть Б Крупным Планом На Его Вот Это Тоже Очень Важно Вот Сейчас Смотрите И Питание Он Уже Не Получает Вот 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 Обратите Внимание На Строение Вот Это Не Культурный Саженец Это Не Серафим Это Сто Процентов Вот Просто Для Этого Надо Маленько Разбираться Это Саженец Ставьте Вы Дальше Пробреску Пойдет Она Дальше Будет Убивать Она Уже Это Двухлетка Да Вот Здесь Вот Были Почки Ослепленные Выщипанные Или Маленькие Это Было Сделано С целью Такой Чтобы Он Рос Вверх Почему Для Продажи Очень Важный Размер Это Наше Это Самое Чисто Человеческое Вот Совсем Другом Месте Мы Иногда Говорим Чем Больше Чем Толще И Длиннее Так И Вот Тут Чем Толще И Длиннее Тем Считается Саженец Мощнее Вот Уже То Что Здесь Штамп Вот Такой У Привитого Вот Его Не Должно Быть Это Штамп Я Потом Ниже Покажу Как Должно Быть Так Вот Это Все Вот Эти Тонюсенькие Веточки Это А потом Более Толстые Первый Год Он Был Взят Из Школки И Посажен А он Дал Маленькие Вот Эти Тонюхенькие Веточки Это Чтобы Вы На Будущее Знали Маленькие Тонюхенькие Прижился Так А на следующий год Видите Вот эти Маленькие Пошли Вон Они Вот Это Есть Двухлетка То есть Он Уже После Пересадки Он Был бы Масей А себя Вообще Не трогали Вот Но Так Уж Вышло И так Перед Вами Саженец Который Не тянет На Культурный Поверьте Мне Я знаю Че Говорю Вот На Культурном Саженце Сейчас Тут Были бы Сплошные Он Привитый Ж Вот Тут Были бы Сплошные Плодовые Почки Только Дикари На второй Год Не дают Плодовые Почки Обычно Дают На третий Я имею Ду Почки Эти Самые Шпорцы Вот Ну Общее Название Плодовое Образование Так Где Мы Остановились И так Короче Посадила В яму Вот Здесь Хотя Мы Уплотнули Но Идет Поливать Не стали Замечательно Вот Такое Даже Маленькое Растение Уже Отформировать Нам Важно В этом Город Хороший Скелет Сейчас Она Четыре Раза Она Сделает Четыре Рано На штампе Вот Годом Раньше Бы Это Сделать Да Она Может Быть Так Бы Ну Как Сказать Вот Сейчас Мне Кажется Что Совершенно Рас Чекнула Дальше Поэтому Вот Эти Ветки Они Обрезаются Сегатором Резать Надо Всегда На На Внешнюю Почку Запомните Обрезка На Под Лицо Смертельный Прием Это Должно Войти В Сознание Людей Хотя В Сознание Людей Обрезка На Кольцо Самое Лучшее Загущение Нет У Огреска Который И так Далее Вот Смертельная Рана Особенно На Штампе Вот Она Сейчас Сделала Четыре Штуки А Это Несчастный Полусухой Саженец Не Политый Кстати Представляете А Через эти Раны Уже Начинает Оспаряться Влага Любовимся Дальше Спасибо Все Таки Я думал Показывать Нет Ролик Этот Ролик Заменит Целую Лекцию Внутри Расположена Которая Идет К стволику А Внешнюю Почку Внешнюю Почку Тут Можно Вот Так Обрезать Вот Смотрите Ну Ладно Че Не будем Придираться Вот Она Почка Внешняя Обрезаем Две Третьих Обрезаем Одну Третью Часть Оставляем Вот Эту Оставшуюся Кровь Мы С вами Просто Так Делаем На Одном Уровне Веточки Тут Тоже Это У нас Сформировался Эта Веточка У нас Такая Ну То есть Мы Ее Пока Оставим Эта Веточка Будет Обрастающая То есть Она Растет С точками Даст Подпитку Растению В дальнейшем Будем За ней Наблюдать Может Ее Года Через Два Мы Ее Уберем Вот Тоже На Внешнюю Бочку Все Ну А Это Это У нас Называется Проводник Лидер Вот Смотрите Что Она Лидер По Отношению Лидер По Отношению К Этим Веточкам Должен Быть Вот Она Очистила Очистила Смотрите Потом До Не Отошло Внимание Примерно На Одну Треть Выше Ну Вот Так Вот Можно Его Вот Так Вот Мы Подрежем И Здесь Будем Ждать Когда Выйдут Новые Почки Проснуться И Сформировать Крутишь Показать Сколько Ран Понаделала Все Ужас Второй Ярус Абрикосы Они Довольно Скороплодная Культура Обычно Вот Такой Саженец Вот Такой Саженец Это Двулетний Саженец Вот Такого Саженца Где-то Через Два Года На Третий Год Уже Появятся Первые Плоды Ага Вот Тут Кукир Мне Нарисовать Ладно Короче Вы Все Поняли Вот Как Нельзя Садить Деревья Так Ничему Не научились Вы Че Скажете А Как Так Они Выращивают У них Ну Как Раз Они Выращивают Значит Умеют Правильно Правильно Научат Раз Умеют Да Вот Теперь Спросите У нее Я Не знаю Кто Это Хозяйка Этого Сада Знаменитой Фамилии Или Это Просто Сотрудница Вы Не Знаете Что Спросите Если Кто Сможет Мне Не Ответили Но Теперь Ваша Очеред Покажите Абрикосовый Сад Плодносящий Заодно Покажите Этот Сад Колновидный Яблонь С плодами Покажите Вот А потом У нас же Впереди Неделя Кто-то Из вас Возьмет Вот Представь же Мне Этот Сам Ролик Вот Я Раскритиковал Ну Куда Деваться Неделю Не Поливать Это Придумать Такое И Люди Правда Подумают Что Он Без Воды Может Жить Сами Три Четыре Дня И Человек Умирает От Обезвоживания Ну И Вот Получается Так Я Хочу Видя Как Она Калечит Деревья Якобы Учит И все Другие Предъявила Свой Сад С Абрикосами Плодоносящий И С Том С С Серафимом Ну Вот Такие Дела Посмотрели Вот И Пойдем Дальше Это Я Серафим Показываю Видели Вот Вот это Вот Фаина Где у нее Штамп Зачем Ей штамп Если Вернуться Помните Там От самого Низа Шли Эти Самые Кустовидная Форма Ну Вот Тот Что Я Это Показывал Где Привыка С самой Земли Академик С кучей Плодов Такой Черт Ему Штамп Нужен Вот А вот Это Вот Сеянец Тоже Абрикос Тут Я Не Виноват Я Не Подходил К нему Секатором Как Она Помните Чик 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 Так Делает Вся Россия Вот Но Он Не Не Болеет Он Не Имеет Ран Ни Одной Он Сам Получился Почему Из Коста Очки Прекрасно Развивается Если Его Сеянцу Это Не Надо Поверьте Мне Не Надо Так Мы Скоро Два Часа И Надо Будет Закругляться Потом Ребята Я Уже Пропускаю Дело Вот Чем Однажды Я Не Выдержал Так Вот И Ответил На Все Эти Ну То Есть Как Это Сказать То Вот Так Бывает Вот Пункт Третий Вы Это Я Как Бы Переписка Вы Вытащили Уродливый Саджи С голым Длинным Стамбом Из Большого Ведра Землей Помните Сколько Там Сотни Таких Роликов Но Почему С голыми Корнями Точнее Жалкими Обрубками А Замазывание Ран Дезинфекции Корней Несло А потом Ну И пошло Поехал Вы Понимаете Это Все Вот Так Как Она Где Она Там Делась Вот Вот Таких Все Забито Этим Делом Вот Они Стали Такими Затаками Что У нас Нет Никакой Это Нет Цензуры Я Демократ Корней Цензура Нужна Ладно Пойдем Дальше Тут Немного Осталось Вот Вот Это Прочете Потом И Это Тоже Вас Чему То Чему То Чему То Я Надеюсь Это Самое Чему То Вас Научит Это Просто Я В Отчаянии Написал Вот Дарвинизм Религия Науки Это Мое Выражение Дарвинизм Это Религия Но Ее Можно Был Назвать Анти Религия Но Это Действительно Религия Науки Она Основана На Том Что Это Самое Это Настолько Все Глупо Вот Сейчас Как Я Понимаю Вот Когда Частные Случаи Возвели В религию И Это Самое Оказалось Что Все Так Просто И Понятно Грязная Лужа Эти Самые Несколько Сотен Или тысяч Случайно Соединились Эти И Пошло Поехало Вот Ай И Вот Получается Что Вот Это Вот Да Можно Было Сделать Из Плодов Два Раза Меньше У меня Доказательств Таких Накопилось Что Да Действительно Мы Райский Сад Был Ну Кто Будет Слушать Ну Потому Что Ну Восемнадцатый Век Девятнадцатый До сих пор Учат Убивать Деревья Потому Что На юге То Их Околечили Они Жили А Научились На севере Ничего Не Понимают У меня В отчаянии Прихожу Вот Это Тот Плод Да Это Мой Первый Крупноплодный Абрикос Самый Первый Прививка Абрикоса На сливе Не было Интернета Я напечатал У меня фотография Была Получше Качеством Это Уже Перефотографировано С Дважды Вот Ну Выслал Пару Газет Облили Грязью Так Так Смотрю Ваши Вебинары Та 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 Трануа Тоже Ссылается На вас Своих Книг Вот Увидеть В этой книге А Эрик Евгеньевич Дело в том Что Это единственный Из ученых Кто меня Поддержал Поддержал Вот это Что вот это Было Раньше Людей Раньше Что райский Сад Был Кстати У меня Эту фотографию Даже обидно Не воруют Из этой линейки Помни Та самая Линейка У меня Несколько Десяток Фотографий В месяц Линейка Украли А может Уже Эту Надо Проверить Так Вот Идея Мне Просто Понимаете Когда я увидел Фамилию Трануа Это Единственный Кто меня Поддержал Из ученого мира Тут же Рядом Дама Доктор наук Железов Пишет Дичь Вот Поэтому Рядом Поддержал «Ряб